Всем привет! Вы на канале Денис ТВ и сегодня хочу сделать обзор на свою машинку Peugeot 208. Надеюсь вам понравится мой обзор, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Денис ТВ Итак, мои хорошие, давно хотелось сделать обзор на машину, все у меня что-то как-то не получалось. И сегодня вот решил выйти и наконец-то сделать уже обзор. Такое шикарное солнышко сегодня светит, яркое. Ой, глаза прям слепит. Купил машину я в 17-м году осенью. Досталась она не очень хорошим состоянием мне. Покупал я быстро-шустро, и поэтому так получилось. Большую часть я уже отремонтировал, серьезные проблемы, остались мелочи. Машина 10-го года, автомат, 120 лошадей. Про автомат хочу сказать, очень тупой автомат, не любит пробки, вообще не переваривает пробки. И вообще машина очень капризная. Если залить не очень качественный бензин, так сказать, да, она может просто не поехать, например. Или чек-энзин может загореться, например. Заливаю себя на лукойле. Говорят, что лукойл плохой бензин. Частично могу согласиться. Допустим, я заправлялся на одной заправке, там, как оказалось, не очень бензин. Сейчас заправляюсь на другой бензоправке, там вот шикарный бензин. Машина есть масло, и очень-очень много жрет бензина. Это тоже вам нужно знать, кто хочет купить машину. Peugeot 308. За маслом надо следить. Вот. Машина мне, в принципе, нравится. Очень даже и доволен. У меня панорамная крыша есть. Открываю вот так вот в хорошую погоду и еду. Солнышко светит со всех сторон. Даже сейчас вот меня слепит немножечко. Что еще рассказать? Даже не знаю. Что еще надо рассказать? И, конечно, машина очень низкая. Не везде можно припарковаться. Например, вот зимой. Чтобы припарковать свою машину, мне приходится ездить часами. Потому что сугробы мешают. Или колея очень высокая. Пару раз застревал я, например. Меня толкали. Вот у нас были снегопады пару раз зимой. Это была, конечно, вообще жесть. Конкретно жесть. По поводу ремонта хочу сказать. Чтобы найти хорошего мастера по Peugeot, это надо очень и очень муторно, долго искать. Иначе попадете на деньги. Вот у меня так и получилось. Хочу еще рассказать по поводу ГБЦ. Это очень большая болезнь Peugeot. Никогда, никогда, запомните. Никогда, никогда не покупайте БУ ГБЦ. Никогда. Просто никогда не покупайте БУ ГБЦ. Это просто нельзя делать. Вам никто никогда не продаст нормальную, хорошую БУ ГБЦ. Никогда. Никогда. Это я все прошел. Также хочу вам рассказать про первого мастера, который мне, так сказать, в скобках, да, типа сделал машину. Он живет в микрорайон 1-го мая. Ремонтирует он машины в своем гараже. И никогда к нему не обращайтесь. Никогда. К нему даже нельзя ехать, ставить колодки. Как только вы узнали, что есть такой мастер, который живет в поселок 1-го мая, это Балашиха, если не ошибаюсь. Ни в коем случае к нему нельзя ехать. Ни за что нельзя. Я вам просто не рекомендую. Покажу вам салон. Вот торпеда. Руль. Коробка. Панорамное стекло. Такое большое. Чехлы мои. Сзади тоже чехлы белые. Все белые у меня. Такая вот красота. Ну, наверное, все. Такой получился обзор. Сильно меня не судите, не ругайте. Не надо этого делать. Незачем. Не нравится. Не смотрите. Вот. До новых встреч, мои хорошие. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok